Как оказалось, открытие детской площадки у дома номер 32 по улице Петерозаводской ждали и дети, и взрослые. Обустройство данной территории проводилось в рамках программы формирования комфортной городской среды. Уважаемые жители, мне самой лично очень приятно наблюдать, как за последние года очень преображается наш город. То есть дворовые территории ремонтируются, благоустраиваются, детских площадок становится все больше. То есть наши дети уже целенаправленно чем-то заняты. Я, наверное, хочу еще призвать наших жителей, молодежь, чтобы более бережно относились к тому, к чему мы все с вами стремимся, для более комфортного проживания. То есть сегодняшнее мероприятие, как уже сказали, состоится в рамках формирования комфортной городской среды. И мы очень рады всех вас здесь видеть. В общем, всем спасибо. Для детворы организаторы массовых мероприятий городского дома культуры подготовили и провели развлекательную игровую программу с различными конкурсами, спортивными состязаниями и викторинами. Младшие школьники с удовольствием выполняли задания, предлагаемые Кристиной Игнатьевой, Анной Земской и Екатериной Суворовой. В это же время подростки с азартом играли в пинг-понг. Дождавшись завершения торжественной части, более старшие жители микрорайона поспешили побеседовать с представителями городских властей. И хотя никто из них не пожелал высказать на камеру суть своего обращения, догадаться, о чем шла речь во время диалога, нетрудно. Некоторое время назад на одном из интернет-сайтов, который освещает новости сеструя, появились гневные высказывания жителей прилегающих к площадке домов в адрес нарушителей общественного порядка. Вот и в разговоре с начальником отдела ЖКХ Ириной Оничкиной и начальником 94-го отделения полиции Сергеем Митрушиным, люди просили принять действенные меры в отношении хулиганов и вандалов. Одним из способов решения проблемы горожане считают установку камеры видеонаблюдения на территории игрового комплекса. Замечательно, что в нашем городе становится все больше и больше досуговых зон, где жители сеструя могут провести свободное время и заняться спортом. Но при посещении общественных мест необходимо уважать чужой труд и помнить, как вести себя вне дома. Начать выполнять несложные правила поведения, конечно же, следует в себя. При этом еще хорошо не забывать поговорку «Дома как хочу, а в людях как велят».